Еще раз здравствуйте, Александр Янковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Сегодня произошло так много интересных событий, да, и вот разобраться, что они означают, но не с точки зрения какой-то знакологии, а с практического. С практической точки зрения, с практического применения мы будем пытаться с Николаем Ковальчуком. Здравствуйте, Николай, политический аналитик. Значит так, давайте начнем с того, что на этой неделе в Украине был вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, фактически второе лицо в этом государстве по иерархии. И вот я сейчас не буду пересказывать, и мы не будем показывать все, чем он здесь занимался, но очень важно услышать то, что говорил господин Байден, уже практически покидая Украину, Украину находясь в самолете. Пожалуйста, видео. Это была хорошая поездка, настоящая честь выступать у Рады. Я надеюсь, они приняли мою щирость. Это страна, которая имеет еще один шанс на побудову настоящей демократии. За этот второй шанс молодые люди отдали жизнь. Как я сказал в промове, перед Украиной двое загрозы – агрессия России и повальна коррупция. Ну, это был Джо Байден, в нашей студии Николай Ковальчук. Николай, а как вы считаете, какая угроза более значима для Украины? Агрессия России или… Я просто проэмоционирую, насколько профессионально работают. Они даже в самолете, да, вот последняя точка. Это драматургия, знаете, вот из драматургии последняя точка. Они ее поставили, и достаточно живы. Я надеюсь, что все-таки это не последняя точка для Украины. С точки зрения визита, да, то есть визит он начался и закончился, они поставили точку и продублировали, да, это вот как бы агрессия России и коррупция. Вот эти вот два акцента. Два основных акцента. На ваш взгляд, эти акценты равнозначны с точки зрения Америки? Ну, он же не просто так сказал, да потому что сказать. Это было практически официальное послание, да, то есть они говорят, что вот агрессия России, а второе – это коррупция. Правильно, внешний враг и внутренний враг. То есть это реально два врага. И они понимают, что победить внешнего врага мы сможем победить внутреннего врага. То есть победив коррупцию в Украине, это приведет к неким последствиям, да, то есть они приведут к последствиям, появляются деньги, начнется развитие, запустятся реформы. А это все приведет, цепочка приведет к успеху страны. Соответственно, успех Украины будет помогать, побеждать внешнего врага. Хорошо, смотрите, ну тогда такой момент. Джо Байден выступал в украинском парламенте. И аплодировали ему все, представители всех политических партий, такое впечатление, что вот эта коррупция, она у нас в Украине, вот о чем вы говорите, надо там бороться, я думаю, распространена только на уровне терапевта участковой поликлиники, которому мы там, не мы, а некоторые люди несознательно дают там 20, 50 или 100 гривен. Может быть, вот об этой коррупции говорил Джо Байден? Коррупция вообще, и слово прокуратура, оно тоже было, понимаете? То есть там как раз Америка, она очень конкретно показывает на то, где это есть, и показывает причинно-следственную связь. То есть бытовая коррупция, она была, будет, существовать, но, надеюсь, недолгое время, потому что бытовая коррупция, она существует только в неразвитых странах. В развитых странах есть коррупция, но она только на высшем уровне. Но они обеспечивают, скажем так, отсутствие коррупции для обычных людей, соответственно, люди живут в нормальном государстве и верят в то, что там у них все хорошо, стабильно. А у нас этого нет. У нас коррупция всюду, и мало того, я бы сказал, что коррупция – это часть культуры своего рода. Тот же самый бизнес, да, то есть ты конкурентно способен, если у тебя есть связи, и ты можешь решать вопросы. Это неправильно. И это сложно понять, это у нас, оно намного глубже. То, о чем говорит Байден, это не о коррупции в поликлинике, не о коррупции в университете. Это более серьезно, это и политическое. Тогда такой вопрос, кто из, кто в парламенте, да, кто из членов правительства, почему никто не воспринял эти слова на свой счет? Все все знают, все все прекрасно знают. Кто, где, когда и что. Это годами все создавалось, и больших изменений, к сожалению, в потоках коррупционных в нашей стране пока не произошло. И парламент – это тоже часть этой махины, часть этой коррупции, потому что политическая коррупция, она есть в том числе и в парламенте. Поэтому все просто сели и послушали. Вопрос в другом, вопрос в последствии. Вот то, что будет происходить после того, как он уехал, и сколько времени дали. Окей, что происходит после того, как уехал Джо Байден, как он покинул здание Верховной Рады? Прошло три дня, и сегодня, то есть в пятницу, 11 декабря 2015 года, во время выступления премьер-министра Арсения Суника в парламенте, вот произошло следующее. Народный депутат от фракции БПП Олег Баарна попытался в прямом смысле вынести премьер-министра из зала. И вот как это было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это, напомню, это не съемки фильма «Грязные танцы», это было у нас сегодня в Верховной Раде, когда выступал премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк. В нашей студии Николай Ковальчук, политический аналитик. Николай, а что вам это напоминает? Знаете, сейчас наша вся страна каждый вечер ждет «Слугу народа». Сегодня это тоже политический сериал своего рода. Я не жду. Может быть, я не народ, но окей. Вся страна, я недавно удивился, я с мамой разговаривал, она говорит, «Вот подожди, сейчас мой сериал, мне интересно, какой твой сериал?» Говорит, «Слуга народа». Поэтому для меня это почти вся страна. Поэтому это шоу, это очень красивое шоу. И мне очень интересно, чем он руководствовался, когда решил сделать это. То есть, на собственными руками вынести премьер-министра куда не ясно. Ну, слушайте, если премьер-министр, может быть, он глух к желанию депутатов и не уходит, может быть, это единственный способ его вынести? Ну, все-таки я бы хотел, чтобы в нашей стране правовой, все было в правовом поле. Такие вещи, да, это народу понравится, однозначно. То, что у нас сложности с экономикой, и это все упало на его плечи, это тоже правда. То есть, то, что сейчас произошло, это символизм некий. Николай, смотрите, когда, вы говорите, в демократической стране, когда во втором продряд правительстве демократической страны ухудшаются экономические показатели, по-моему, ну, по крайней мере, во второй раз не назначают такого премьер-министра. А в другом случае, да, как бы, по результатам года говорят этому премьер-министру спасибо, как бы, но вы не справились. Но мы не видим, человек как бы на своем месте, и нет никакой возможности. Мы не видим, и мы все ожидали, что что-то произойдет с правительством после приезда того же самого Байдена. Этого не произошло. Америке нужен стабильный партнер, и в данном случае уход Яценюка... Так стабильный или не коррумпированный? Я никак не могу понять, что нужно этой Америке. Стабильный больше на данный момент времени, но глобально не коррумпированный. И мало того, там поставили ограничения во времени, и сейчас, скорее всего, наше правительство начнет срочно делать какие-то реформы. Срочно. Вот мне нравится слово «какие-то», я даже думаю, они так и будут презентованы. Какие-то реформы, да, как бы? Совершенно верно. Хорошо, значит, вот после этого эпизода, вот этого именно эпизода, Олега Барна исключили из фракции Блока Петра Порошенко. А после того, значит, народный депутат Олег Барна попытался там, ну, собственно говоря, приподнять и оттащить от трибуны. Глава правительства стал фальшивым героем, считает нардеп от того же самого Блока Петра Порошенко, наш бывший коллега Сергей Лещенко. Вот цитата из его записи. «Это усиливает его шансы пребывания на должности». В смысле Арсения Петровича Яценюка, а не Барна. Вместо того, чтобы обсуждать его провал, который сегодня, в принципе, должно было, мы будем обсуждать драку. Вот вы согласны с депутатом Лещенко? Да, да, я согласен. С точки зрения массовой коммуникации все совершенно верно. У нас в нашей стране любят жалеть. И в данном случае жертвы не Яценюк в массовом сознании. Да, люди посмеялись. Даже нет, я неправильно высказался. Вроде бы жертва он, но у нас любят жалеть. Соответственно, через эту вот жалость, те проблемы, которые есть благодаря премьер-министру и Кабмину, они уже как бы немножко на второй план уходят. То есть здесь зрелище, хлеба и зрелищи. У нас с хлебом сейчас плохо, зато нам заменили хлеб зрелищем. Это и мы получили сейчас. Хорошо, я нашим телезрителям хочу напомнить, что на самом деле сегодня должна была в Раде быть, ну, не такая картина, да? Должен был состояться серьезный разговор с депутатами. Вопрос, значит, депутата Блока Петра Порошенко Мустафы Наемы. Ответ премьер-министра Яценюка на тему премьерства. Пожалуйста, видео. Давайте будем говорить, как есть на самом деле. Сегодня у нас весь парламент есть заручником ситуации, когда ваша фракция не проголосует за вашу отставку. У нас нет возможности отрабатывать нового уряда, нет возможности отрабатывать премьер. С другой стороны, вы понимаете, что этот уряд сейчас не поддерживается ни парламентом, ни государством. Это уже очевидно. Мы сейчас не оцениваем вас, просто для оценки вашей работы. АПЛОДИСМЕНТЫ Рек тому мы с вами подписали угоду. Мы дали вам наказ. На жаль, в цьей угоді не было ані ответственности, ані дедлайнів. Пройшов рік, мы не знаем, что вас спросить. Зараз начинается новый ваш рік. Скажите, пожалуйста, если можно так сделать? Или вы видите вообще возможность, что вы добровольно, понимаете, что все заручники ваших амбиций, амбиций фракции? АПЛОДИСМЕНТЫ Можливо, есть какая-то конфигурация, в которой другая человек из Народного фронта, другая человек из Народного фронта, другая премьер-мінистр, может руководить уряд, который будет все-таки больше пользоваться доверой. Я хотел бы вам честно и отверто ответить. Так же, как я приходил на эту посаду 21 месяц тому. Я взял на себя всю полную ответственность за самые непопулярные кроки в нашей стране, которые никто не делал 20 лет. Ни кто. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И когда я ишел на эту посаду, я знал, что будет с моим рейтингом. Я это знал. Я пришел сюда не для собственного политического рейтинга, а для того, чтобы провести реформи и рейтинг был в нашей стране. Вы имеете полное конституционное повноважение. Поставите вопрос про представку Кабинета Министров Украины, ставьте и голосуйте. Я прийму решение украинского парламента. Я за это кресло не держусь. Дважды не держится за кресло Арсений Петрович и Ценюк. Знаете, мне вообще, на самом деле, мне интересно, что будет дальше. Потому что, да, я, на самом деле, я не понимаю логики того, что происходит. В демократии, вот вы апеллируете к тому, что там мы живем в демократии. Окей, если это демократия... Я хочу, чтобы у нас конфликты решались демократическим законным путем. Есть демократическим путем. И что мешает отправить депутатам выйти из коалиции? И тогда по Конституции надо создавать новую коалицию. Совершенно верно. И тогда должно быть новое правительство. Что мешает депутатам, которые не согласны с тем, что Арсений Петрович и Ценюк занимают эту должность, что мешает им выйти из коалиции? Политическая воля. Ее нет. То есть у президента нет этой политической воли. Он не уверен в том, что развал коалиции придет к тому, что появится новая коалиция и не запустится механизм новых выборов. Он не заинтересован в этом. Почему так президент боится демократической процедуры новых выборов? Мало того, Яценюк тоже не заинтересован в этом, потому что он не наберет достаточное количество штыков, которые он потерял из-за снижения рейтинга. Соответственно, у нас сейчас премьер-министр, который был тогда назначен, исходя из результатов выборов, на данный момент он не представляет этого доверия, потому что если посмотреть на рейтинг его политической силы и его личный, то он просто выполняет техническую роль руководителя парламента. И все. Не больше. Мало того, у Яценюка очень интересная... Вы имеете эту техническую роль не парламента, а правительства? Правительство. Правительство. Еще очень интересно, у него есть такая интересная функция, он умеет спускаться и подниматься. То есть он один из немногих политиков, который уже падал на дно и поднимался наверх. Мне интересно, на что он рассчитывает в будущем. Кроме этого, то, что он говорит о том, что я знал, что у меня рейтинг, что я пошел, я чернорабочий, я сейчас разгребаю. Все это ГЭ, которое есть в нашей стране. Но на самом деле, два года назад они не запустили все эти процессы. Два года назад было тотальное доверие власти, когда можно было провести любую реформу. И мы помним уникальный момент, когда в течение двух недель приняли колоссальное количество полезных и нужных законов. Это март 2014 года. Совершенно верно. Смотрите, я просто сегодня пытался выяснить, например, такая неопопулярная реформа, как пенсионная. За два года ничего. Ничего. Да, мы смотрим реформа в сфере экономики, в сфере налогообложения. Через два года нам под видом реформы говорят, вы будете платить больше, потому что это согласовано с МВФ. И потому что это согласовано с украинским народом, с украинскими предпринимателями, с украинскими рабочими. А потому что это так захотел МВФ нам объяснять. У нас никогда ни одно правительство никогда не слушало свой народ. Поэтому вот эти вот партии, которые набирают во время выборов большой рейтинг, они разрывают свою связь с избирателем. Они даже не разрывают, они не поддерживают. Они все сдуваются. Точно так же и правительство. Да, привыкли, как? Попросили деньги, закрыли кредит. Потом у другого кредитора попросили деньги, закрыли предыдущий кредит. Это неправильно, это нужно разрывать. И как раз одна из реформ должна была быть, это затянуть пояса и начать выплачивать наши кредиты. Потому что наши кредиты, которые они получают, будут выплачивать наши будущие поколения, наши дети. Ну получают они, а выплачивать будут наши дети. Конечно, конечно. Хорошо, значит, на самом деле есть еще одна версия, да, почему Арсений Петрович по-прежнему будет находиться на должности, на премьерской должности. Значит, Мустафа Наем задал вопрос, опять-таки, на этом заседании, о якобы состоявшемся сговоре между президентом и премьером не трогать определенных олигархов. Пожалуйста, видео. Рек тому в нас в країні почалась диагнозація, про це казали дуже багато людей, і ви, і президент. Тиждень тому пан Коломойський заявив про те, що ви разом з президентом домовились про те, що не буде переслідник конкретних людей, про те, що є якісь політичні, економічні питання між вами і президентом. Завешуйте, 30 секунд. И нибудь то есть такая договоренность, что вы не будете переслідить людей и не будете отримывать какие-то дивиденды или ренди. Мы знаем, что сейчас Украинафта не выплачивает. И пан Коломойський не выплачивает. Пан Лазарко досі не оголошен в розшук. Скажите, пожалуйста, чи была такая договоренность, чи нет? Теперь, что до олигархиев. Я говорю исключительно цифрами и фактами. Итак, факт полягає в том, что впервые так же за 10 лет податки на РУДУ имени Рината Леонидовича Ахметова были подняты дважды моим урядом. Я поднял податки. Я поддерживаю. Вы поддерживали инициативу уряду. Вы тоже боретесь с олигархами. Доброе. Податки на газ, податки на нафту были так же подняты. Компания Укрнафта. Згадайте, что произошло в этой парламентской зале. Спочатку приняли закон, который не функционировал. Ну, правда же. Правда. Потом, дякую вам, что вы поддерживали урядовый проект закону. И, наконец-то, за 10 лет, мы подняли керевника компании Укрнафта, где сейчас британский гражданин, который написал мне великого листа про то, как он хочет вытянутить компанию с боргов. Что до заборгованостей. Я сейчас вам и про домовленостей скажу. Что до заборгованостей компании Укрнафта. Сейчас они начали платить поточные платежи. На сумму заборгованостей, которая складает близко 9 млрд грн. Державная фискальная служба, соответственно, до закону, арештировала все активы компании Укрнафта. Я хочу вам напомнить, что в компании Укрнафта, мы, как украинская держава, мы акционеры. Это компания, где 51% принадлежит украинскому народу. И поэтому завдание уряду не сбанкрутить эту компанию, а завдание уряду сделать ее прибутковой, вернуть до бюджета 10 млрд грн. и управлять этой компанией так, как наказал нам шановный парламент, через новый закон про акционерные товариства. Что до будь-яких угод, жодных угод не має и не может быть. У меня есть только одна угода и одна ответственность. Перед украинским народом, который проголосовал за Народный фронт, который выиграл выборы в прошлом году. А сейчас я эти слова попрошу прокомментировать нашего гостя, Николая Ковальчука, политического аналитика. Избирательное право. Это реально избирательное право. Знаете, как своим все, остальным по закону. Мустафа задал достаточно конкретный вопрос. Ответа не получил. Называется «Заговорить тему». И немножко даже зацепило нашего премьера. Единственное, чем он смог в конце выкинуть козырь, это тот народ, который проголосовал, поддержал его партию. Но на этих выборах мы увидели совсем обратный процесс. Но они даже не участвовали в этих выборах. Совершенно верно. И его слияние с БПП показало то, что он начал договариваться, и они договорились с президентом. И они друг друга в данный момент поддерживают. Потому что потеря поддержки кого-то из них приведет к следующему кризису. Что такое кризис? Это риск потери контроля. Контроль никто не хочет терять. К сожалению, наша страна осталась так же, как и раньше, централизованной. И поэтому все эти процессы и все эти видимости, они происходят только потому, что народ их хочет. А они не хотят это терять. Это знаете, как власть нужно забирать. Точно так же и централизацию власти тоже нужно забирать. Но это у нас не происходит. Хорошо. Мне кажется, еще один очень важный вопрос, который я сейчас вам его задам. Значит, выборы были в 2014 году у нас в парламент. Следующие теперь когда там должны состоять? Через пять лет? Ну, все ждут в следующем году. Я понимаю, досрочные выборы. Предположим, это будут досрочные выборы в следующем году. Как вы считаете, Народный фронт и партия, вот, блок Петра Порошенко, они имеют вообще шансы попасть в парламент? Блок Петра Порошенко имеет шансы попасть в парламент. Народного фронта на данный момент ноль шансов. Только если произойдет чудо, там, сыграет какая-то супердеформа, и все будет хорошо. Либо другой вариант, на что я думаю, что я ценю, как раз и рассчитываю, это как раз транши, которые получит украинская экономика и начнет хотя бы какую-то видимость стабилизации. Подождите, но транши получает не украинская экономика, транши получает Национальный банк. Конечно, но... Ну? То есть, когда нам говорят, что МВФ не даст деньги, МВФ не дает деньги для правительства, чтобы финансировать какие-то затраты. Он финансирует только баланс Национального банка Украины. Все, больше ничего не финансируют. Им нужна видимость стабильности. Стабильности хотя бы гривны, хотя бы платежного баланса. И кроме этого, еще вопрос в тех кредитах, которые нужно якобы отдавать России. Это очень удобно прикрываться другими деньгами. Потому что сейчас любое вымывание любой суммы из экономики, и не только из экономики, а из бюджета, из золотого валютного запаса страны, оно приводит к инфляционным процессам. Украинцы обеднели, колоссально обеднели. Что нужно сделать в этой слуше? Уже нечего менять, понимаете? Уже нечего менять. Мне нравится тот вариант Налогового кодекса, который предлагает общественность, с которым сейчас сносится. Это хотя бы какой-то шанс на какие-то изменения. Но смотрите, и премьер-министр сегодня сказал, что у нас есть свой замечательный согласованный с МВФ, и с президентом вариант Налогового кодекса. Это, я так понимаю, кодекс ЕРЭСКО, так называемый, где все по 20. В магазин, как шутили не так давно, все по 20 завезли доллары, но уже курс достаточно выше. Поэтому, ну окей, увеличат еще налоги. Предположим, можно не 20, можно 150% сделать. Что дальше? Какая стратегия увеличения налогов? Я как раз стратегии, как стратегии, я не вижу. Я вижу больше тактическое. То есть возможность в краткосрочной перспективе заткнуть дырки. Вот я только это вижу. Вот как раз альтернативный закон, он более стратегичен, но он тоже не будет всецело работать. Почему? Потому что резко бизнес не начнет выходить из тени. Однозначно нет. Здесь параллельно должна идти еще и судовая реформа. Потому что до тех пор, пока чиновник уверен, что за какое-то количество долларов он решит любой вопрос, он будет брать, и коррупция будет существовать. Поэтому здесь параллельно однозначно нужно проводить судовую реформу. Хорошо. Я часто слышу слово «нужно» и «необходимо». А кто будет это проводить? Президент не хочет. Правительство не хочет. Я даже не знаю, кто бы и мог. Тут надо менять власть. Тогда нужны внеочередные выборы. Менять власть. И возможно, что новое поколение политиков сможет это сделать. Но опять-таки тоже не факт. Потому что у нас в стране сразу быстро ничего не происходит. Потому что, к сожалению, обновление власти у нас происходит очень медленно. Почему? Потому что, да, народ хочет новых политиков, но народ не готов голосовать за новых политиков. Почему? Потому что он их просто не знает. Те политики, которые сейчас пришли к власти, это оппозиция, которая, ну, скажем так, раньше при Януковиче это была оппозиция. То есть это порождение той системы. Они просто поменялись местами и дальше защищают ту же самую систему. И вот сейчас народ хочет изменения системы, а власть не хочет, потому что оно порождение этой системы. В этом есть конфликт, и это очень системный конфликт. Но он разрешится, однозначно разрешится. Вопрос, с какой ценой. Окей, если мы говорим про цену, какая будет цена, на ваш взгляд? То есть где будет тот маркер, мы увидим, там, я не знаю, ценовой, там, в экономике, еще где-то, если будут досрочные выборы, при каких условиях они состоятся? Ну, тут маркер не экономический, однозначно. Хотя, если уже так все начнет рушиться, уже народ сам будет требовать каких-то изменений, то уже им деваться будет некуда. Потому что если пойдет очень сильный, сильный кризис, если девальвирует гривна, колоссально девальвирует, уже им деваться будет некуда. Народ готов браться за оружие. Вот это самое плохое. Понимаете? Есть критическая масса людей, которая хочет это. Но это неправильно. Нам не нужно третьего Майдана. Я говорю про досрочный выбор. Я понимаю. Я просто говорю, что тут один вариант. Досрочные выборы только могут быть, если произойдет кризис парламентский. Это один вариант. Второй вариант, если экономическая ситуация в стране ухудшится, и народ начнет выходить, требовать каких-то изменений, это может быть второй, скажем так, толчок, который придет к досрочным выборам. Но я бы не хотел, чтобы этого было, потому что если народ пойдет, то он уже пойдет с оружием в руках, потому что оружие для нас это уже как-то ежедневная бытность. Украина этого не переживет, потому что это приведет, в конце концов, к серии таких Майданов, которые, в конце концов, приведут к тому, что к власти придут военные. Нам этого не нужно. Но, в принципе, международное сообщество это тоже не допустит. Хорошо. Спасибо. Николай Ковальчук, политический аналитик, был гостем нашей студии. Сегодня мы обсуждали главные события недели. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Будьте в курсе самых важных событий. Продолжение следует...